Добрый вечер! Сегодня 15 октября в студии сильных новостей Мария Портова. Сегодня в вечернем выпуске. В Беларуси решили снять ограничения по размеру пенсии для работающих пенсионеров. Беларуса, осужденного на 25 лет за убийство, будут вновь судить. Пока он сидел, выяснилось, что он причастен к еще одной расправе. В Беларуси появится электронная больничная. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски. Ставьте лайк этому видео и не забывайте про комментарии. В Гомеле с сегодняшнего дня начнут включать отопление в административных зданиях и на предприятиях. Об этом рассказал Владимир Привалов в своем телеграм-канале. По информации чиновника, уже сегодня батареи будут теплееть в общественных и административных зданиях, промышленных и прочих организациях. Мне больше интересно, когда отопление появится в домах. Кому-то повезло и в квартире комфортно, а до нашего дома отопление еще не дошло. В квартире ужасно холодно, окна текут, одежда на сушилке не сохнет. Ночью под одеялом и в одежде. Это кошмар. Невероятное приключение минчанина в Гомеле. На видео случайно попала попытка заняться сексом между пьяным жителем столицы и его спутницей. Молодой человек за свои ночные приключения заплатил штраф. В сети появилось видео пьяной драки возле одного из клубов Гомеля. Оно явно не вызвало бы широкий резонанс, если бы не одно «но». Его концовка. В какой-то момент автор ролика с включенной камерой заходит за здание, где становится свидетелем брачных игр молодых людей. Пьяный парень со спущенными штанами настойчиво пытается совершить всем нам понятный акт с девушкой. Но случайный свидетель рушит все его планы. Видеороликом заинтересовались правоохранители и выяснили, что без нижнего белья оказался 20-летний минчанин, который приехал отдохнуть на выходные в Гомель. В клубе молодой человек выпил, познакомился с барышней, парочка решила выйти на улицу подышать. А вот что было дальше, житель столицы помнит плохо. Всему виной алкоголь. За такую сцену в общественном месте Лавелас получил административку и заплатил штраф в 15 базовых величин. В Беларуси решили снять ограничения по размеру пенсии для работающих пенсионеров. Эту новость сообщил глава Федерации профсоюза в Беларуси Юрий Сенько. Александр Лукашенко поддержал планируемое изменение. Разговор о том, что работающих пенсионеров не стоит ограничивать в размере пенсии, поднимался еще в июне. Сейчас пенсионеры, которые работают, теряют часть заслуженной пенсии, хоть и получают зарплату на работе. Ну а теперь все идет к тому, что ограничения могут снять. Нужно только дождаться выхода соответствующего указа. Когда документ вступит в силу, работник-пенсионер сможет получать 100% зарплаты и заодно 100% предназначенной для него пенсии. Как вам такая новость? Пишите в комментариях. Убивал женщин, а тела сбрасывал в колодцы. Беларуса, осужденного на 25 лет, будут вновь судить. Пока он сидел, выяснилось, что он причастен еще к одной расправе. Генпрокуратуре рассказали подробности этой истории. В апреле 2021 года фигурант с особой жестокостью убил и ограбил женщину. Ее тело он спрятал в неиспользуемом колодце. За это и другие преступления его приговорили к 25 годам заключения. Пока преступник сидел, правоохранители смогли узнать, что он причастен еще к одному убийству. В 2013-м убийца расправился с женщиной. Тело также выбросил в колодец. В засыпанном колодце на территории теперь уже сельскохозяйственного поля на глубине свыше 8 метров нашлись человеческие останки. ДНК-экспертиза подтвердила их принадлежность к пропавшей женщине. Первый приговор на 25 лет заключения в отношении мужчины отменили, а новое уголовное дело передали в прокуратуру для организации нового предварительного расследования. Беларусь запретила возить подгузники, чемоданы и фанеру из недружественных стран. С 15 октября действует новый запрет на товары из Литвы, Польши, Латвии, Чехии и Эстонии. Вот что нельзя будет привезти. Чемоданы и сумки, керамическую плитку и сантехнику, холодильники и стиралки, подгузники и пеленки. А мы напоминаем, что уже и так запрещено возить фанеру, столярные и плотницкие изделия, бумагу, изделия санитарно-гигиенического назначения, бумагу и картон, стекловату, тряпье и ряд других товаров. Хорошие подгузники могут пропасть. Жаль, конечно. Белорусская сняла с себя золотые украшения и отдала их мужчине в рясе за отпущение грехов, приняв его за священника. В управлении госкомитета судебных экспертиз по Брестской области рассказали подробности. Как-то вечером 50-летняя женщина увидела молодого мужчину в рясе и решила, что это священнослужитель. Белорусская подошла к священнику, поделилась с ним душевными переживаниями. А незнакомец сказал, что женщине следует отпустить грехи и сделать пожертвование. Так как денег у нее с собой не было, она решила отдать свои золотые украшения. Служитель забрал у потерпевшей драгоценности, дал взамен деревянные четки и ушел. Через какое-то время женщина поняла, что могла стать жертвой обмана и обратилась в милицию. Жеосвященником оказался 19-летний житель Могилевской области. Молодого человека задержали, но часть украшений он уже успел продать. Что будет с парнем, пока неизвестно. В Беларуси в конце 2024 года появится электронная больничная. Рассказываю подробности. Фонд соцзащиты населения, Минтруда и соцзащиты Беларуси сообщает, что пилотный проект по внедрению электронных больничных стартует в Беларуси в конце 2024 года и продлится в 2025 году. Как только пилотный проект по электронным листкам нетрудоспособности будет отработан и опробирован, начнется работа по изменению законодательства в этой части. Будем идти по пути упрощения вопросов по назначению пособий по временной нетрудоспособности беременности и родам со стороны работодателей, отметила управляющая фондом соцзащиты Юлия Бертникова. Она напомнила, что в сентябре 2024 года в мобильном приложении ФЗЗН появились параметры, используемые для расчета пособий по временной нетрудоспособности. Теперь работник по каждому своему больничному листу может ознакомиться с расчетными величинами для его назначения, а именно размером среднедневного заработка и продолжительностью уплаты обязательных строковых взносов в бюджет ФЗЗН. Беларус узнал о гибели бывшей девушки, с которой они встречались несколько лет назад, и он решил выяснить, не он ли отец ее маленького сына. После трагической смерти женщины у нее остался маленький ребенок, и мальчика могли отправить в детдом. Мужчина задумался, а вдруг это его ребенок. Чтобы узнать правду, он решил сделать ДНК-тест. Результаты подтвердили его отцовство. Теперь он намерен воспитывать мальчика сам. На этом у меня все, с вами была Мария Портова. Подписывайтесь на наши соцсети, присылайте свое видео, о котором мы обязательно расскажем. Хорошего вам вечера!